Где высоко стоит наука, высоко стоит человек. Александр Полежаев. Гипотезы и подтвержденные истины. Советы и прогнозы. Взгляд на происходящее с научной точки зрения в программе «Что говорят ученые». Здравствуйте, друзья, у микрофона Игорь Китаев. Средства массовой информации пестрят заголовками. Испанский слизень захватил Германию, угроза урожаю. В Беларусь приползли гости с юга, 15-сантиметровые испанские слизни. Москва наполняется испанскими слизнями. Начинается нашествие гигантских слизней в Карелии. Опасные рыжие слизни из Испании угрожают Ростовской области. И, кстати, эти заголовки, данное сообщение, я читаю, уже не первый год, а как минимум лет пять. Пора и нам в Крыму оценить риски этой угрозы, потому что у нас испанские слизни тоже водятся, но пока что это не носит характер нашествия. Для справки. Красный придорожный слизень, он же испанский слизень, это моллюз без раковины родом с Пиренейского полуострова. За последние десятилетия чрезвычайно распространился за пределы привычного ареала. У него мало естественных врагов, а потому они массово плодятся и вредят сельскохозяйственным растениям. Их излюбленное питание – фрукты и овощи. Популяции испанских слизней в России вредит зима. Выживают лишь те, которые закапываются глубже в землю. Но недостатка в новых особях все равно не возникает. Они попадают в Россию из теплых стран в контейнерах с сельхозпродукцией. Для человека эти беспозвоночные животные не опасны, но для экосистемы нежелательны. Этот инвазивный вид с гадания способен вытеснить из среды обитания российского серого слизня или, как минимум, составить ему серьезную конкуренцию. Что говорят ученые? И разбираться в этой теме будем с нашим гостем. В студии Сергей Владиславович Леонов, кандидат биологических наук, доцент кафедры экологии и зоологии, Института биохимических технологий, экологии и фармации КФУ имени Вернадского. Здравствуйте. Здравствуйте. Итак, испанские слизни. Давайте для начала дадим нашим радиослушателям и телезрителям некую классификацию. Какое их место в животном мире? Ну, слизни вообще, они представляют собой улиток, которые решили отказаться от использования раковины в качестве защиты. То есть, по сути, это все брюхоногие моллюски. Легочные, которые дышат легкими, обитают на суше. И испанские слизень вот как раз относятся к их числу. Мне, честно говоря, казалось, что раковина – это некое эволюционное новшество. То есть, когда-то, в прошлом, там, миллионы лет назад у них была раковина, а потом они от нее отказались почему-то. Ну, скорее, да. То есть, эта раковина, она присуща первоначально водным моллюскам, которые впоследствии освоили сушу, используя эту раковину в качестве... Она стала им мешать. Да, а потом они решили, надо освоить территории, куда с раковиной не пробраться. И проникали в тонкие ходы, глубокие норки. Вот. Постепенно оказалось выгоднее быть без раковины. Итак, родина испанских слизней – это Пиренейский полуостров. Но за последние десятилетия они массово расплодились и стали участниками экосистем в самых разных регионах нашей планеты. Расскажите, пожалуйста, с чем это связано? Связано ли это с глобальным потеплением, что стало больше сред обитания, где они могут выжить? Ну, во-первых, в результате глобального потепления пока еще не произошло таких глобальных изменений биотопов и более крупных ландшафтных каких-то категорий. То есть, в принципе, слизни стали шире встречаться, скорее всего, из-за того, что человек стал активнее распространять, распределять по разным уголкам мира, растения. Логистика. Да, да, да. То есть, они приезжают как чебурашка в коробке с апельсинами, а эти приезжают там в коробках тоже с апельсинами, с бананами, виноградом и так далее. Просто не такие мохнатые, как чебурашка. А смотрите, это распространение испанских слизней характерно не только для Европы, но, наверное, и для других регионов, там для Африки, например, или для Северной Америки. Тогда версия о том, что никакое здесь не глобальное потепление, а именно логистика, то есть, транспортные компании в контейнерах их распространяют, она полностью тогда подтвердится. Ну, да, да. Это уже такой космополитный вид. И чаще всего он встречается именно там, куда его привозит человек. То есть, не столько даже с фруктами и овощами, сколько с посадочным материалом. То есть, с саженцами, с комом земли, где могут быть либо слизни, либо вот яйца, отложенные ими раньше. То есть, вот их привозят на новое место, из этой кучки яиц вылупляются маленькие слизни, начинают расти, размножаться и постепенно поселяются. Вот в теплице, например, им очень хорошо. И получается, среда их обитания – это земля, под землей. То есть, они живут в земле. Ну, нет, они в земле могут прятаться. Прятаться. Так это животные поверхности. Ползают по растениям, по плодам. Все зависит от погоды, которая либо благоприятна для того, чтобы... Если проходит дождь, то они выползают на поверхность, чтобы подышать воздухом. Что-нибудь съесть, например, или размножиться. Так, и в том числе это происходит на нашем полуострове. Итак, в Крыму, как вы мне сказали, испанские слизни тоже уже присутствуют, причем не первый год. Да, уже лет 10, наверное. Ну, по крайней мере, достоверно известно, что они здесь есть лет 10. А, скорее всего, появились гораздо раньше. Как только вот начали развиваться фирмы, которые предоставляют услуги по озеленению, стали завозить из Европы, вот из Голландии, да, допустим, много, из Италии. Из Италии, из той же Испании завозим саженцы, тот же виноград. Да, да, да. И вот с этими растениями приезжают к нам многие слизни и улицы, не только испанские. Давайте поговорим про их роль в хозяйственной деятельности человека. Ну, скорее всего, о отрицательной роли, если она есть. Вредят ли они каким-то растениям? Могут ли они нанести вред самому человеку? Ну, самого человека слизень вряд ли может съесть, даже понадкусывать. А вот растения, да, особенно вот такие с хорошо развитой вегетативной частью, с нежными побегами, там, салат, молодая капуста, корнеплоды, которые над поверхностью почвы выступают, вот это все они охотно весьма могут поедать. Ну, и декоративные культуры. Владельцам яблоневых садов, садов с грушами, черешнями, вишнями, абрикосами, персиками, стоит ли бояться их? Нет, думаю, что... То есть так высоко они не доползут? Да, их кто-нибудь съест по пути, скорее всего. Серьезно? Так, по поводу того, что кто-то съест. В информационной справке мы озвучили, и я это действительно читал в средствах массовой информации, о том, что у них почему-то мало врагов. И то ли они какие-то ядовитые, то ли вызывают какое-то раздражение, то ли еще что-то. Вы можете это подтвердить или опровергнуть? Ну, скорее опровергнуть, потому что, если предложить слизню ежу, например, он охотно его съест, допустим, желтопузик не откажется, жужелицы охотно очень поедают практически любого моллюска, они с удовольствием съедают, даже независимо от наличия или отсутствия раковин. То есть, в крымской фауне достаточно их естественных врагов? Да, птицы многие, врановые птицы охотно их склевывают, даже не рассматривая. Относится он к испанским слизням или наш местный. Ну, и это, в общем-то, неудивительно, просто потому что это, скорее всего, чистый белок. Да, вкусно и полезно. Ну, давайте обсудим с вами вот что. Почему до какого-то определенного момента мы про этих слизней вообще абсолютно ничего не знали? Он там был где-то описан, да, и обитал на Пиренейском полуострове, потом стал постепенно распространяться, и сначала захватил Европу, тоже в порядке вот такого нашествия инвазивное, это стал вид. Затем он появился и у нас, и вот в последнее время мы видим, что стало действительно очень и очень много сообщений на эту тему. Я про испанских слизней читаю, ну, прям буквально не первый год, но все-таки можно определить дату, что с 2015-2016 года их стало достаточно много даже в центральной части России, в средней полосе России. И вот постепенно мы видим, что заголовки об их нашествии достигают до Ростовской области. Все-таки можно ли это как-то связать с климатом? Или вы действительно сторонник того, что это исключительно логистика, это только транспорт и ничего другого? Да, скорее всего, это все-таки связано с транспортными особенностями, с логистикой. Потому что, повторюсь, слизни не успевают ощутить этого влияния климата, тем более обитают вот это вот нашествие. Оно, как правило, в антропогенных ландшафтах происходит. Или, собственно, вообще в искусстве. То есть, где близость человека. Да, да. И это доказывает именно транспортную теорию. Ну да, потому что там изначально немножко другой климат. Больше влажность, постоянное увлажнение. Как в любом тепличном хозяйстве или в любой орошаемом земледелии. Ну и анализируя сообщения в средствах массовой информации, я пришел к выводу, что они появляются и массово присутствуют в природе там июнь, июль, август, когда очень жарко. Потом наступает зима, подавляющее их большинство гибнет, потому что они просто вымерзают в холодной, суровой российской зиме, даже несмотря на все это глобальное потепление. Ну и получается, что в следующий год, там весной, не знаю, там летом, их опять к нам привозят, как тех же самых чебурашек, и они снова у нас появляются. То есть, все-таки хватает летнего периода, теплого периода, для того, чтобы они дали одно потомство. Это потомство попало в СМИ, в заголовки, а потом наступает осень, зима, и они гибнут. То есть, примерно такой цикл, да? Их цикл еще проще. Они проблему с перезимовкой во взрослом состоянии решают тем, что они до зимы просто умирают естественным образом. Они имеют годичный жизненный цикл и взрослого состояния достигают до того, как эти холода им могут повредить. А зимуют они вот в состоянии яиц или совсем маленьких слизней, которые вылупившись, остаются под почвой. Друзья, и мы продолжаем обсуждать тему испанских слизней в Европе, и в том числе в европейской части России, в некоторых регионах, и в Москве, и в Карелии. Их присутствие уже носит характер нашествия. И обсуждаем эту тему с нашим гостем, точнее, продолжаем обсуждать с Сергеем Владиславовичем Леоновым, кандидатом биологических наук. Итак, мы с вами уже коснулись значения, точнее, вреда этих слизней для хозяйственной деятельности человека. Я, когда готовился к программе, то прочитал про следующие вещества. Они называются моллюскоциды. Ну, наподобие как с инсектицидами. То есть, это вещества, с помощью которых можно бороться с моллюсками. Их специально закупают и распыляют, и те гибнут. И вот, действительно, расскажите, как же все-таки бороться с этим видом, если вдруг в каком-то хозяйстве владелец поймет, что это стало угрозой для винограда, для капусты, для кабачков и так далее? Ну, проще всего, наверное, если не использовать химических каких-то веществ, обычные ловушки раскидать. А, собственно, сами ловушки могут представлять собой листы, там, линолеума или куски шифера. Вот, они на ночь прячутся вот в такие затененные участки. А потом утром человек проходит, как грибочки, открывает их и смотрит, и собирает их. Да, и уже дальше решает, как с ними поступить. Здорово, это какой-то замечательный лайфхак. А вот, смотрите, вы сказали о том, что все-таки у них достаточно много врагов в естественной среде. А можно ли их, этих моллюсков, использовать, ну, скажем, при рыбалке вместо червяков? Вполне попробовать стоит. Иногда рыбаки вообще используют то, что в данный момент созрело, например, или то, что попадается чаще под руку. Почему спрашиваю, почему по этому поводу есть сомнения? Ну, опять же, я просто всего лишь начитался срез массовой информации, что у них какие-то вещества, которые вызывают раздражение на коже, что их чуть ли не едят птицы, что если этот моллюск проползет по коже человека, там будет раздражение. Это все мифы, это фейки? Да, дело в том, что улиток, наоборот, используют даже как в лечебных целях, в косметологических. Ожоги лучше заживают за счет того, что вещества, которые содержатся в слизи, они способствуют регенерации ткани. Вот, например, восстановление раковины очень быстро происходит. Как раз за счет того, что там много биологически активных веществ. И, собственно, слизь у слизней отличается не слишком сильно, потому что им тоже она необходима и для защиты от бактерий, которые могут проникать на них через покровы, и для восстановления покровов. Потому что все равно, когда ты не имеешь такого дома, как у улитки, больше шансов где-нибудь повредиться. Так, ну и вытекающий вопрос, уже просто не могу его не задать, раз уж мы начали эту кулинарную тематику, то, что это источник протеинов и так далее. В современном мире все больше намечается тренд на поедание насекомых, на поедание улиток, на поедание медуз. Даже есть в Азии распространенное направление, причем уже даже не одно тысячелетие, медузоводство и медузоедство. Вот в этом плане обсуждаемые нами моллюски, обсуждаемые нами испанские слизни, которые являются беспанцирными моллюсками. Перспективны ли они как некий питательный материал для животных в качестве фуража или даже для людей? Ну, для животных однозначно, потому что у животных обычно нет предубеждений особых. Все, что вкусно, они едят. А человек... Ну, в Юго-Восточной Азии слизни наверняка и так пользуются популярностью. Если там едят медуз, в том числе наших, которые в Черном море водятся, аурели и корнироты, то, соответственно, я думаю, что если вдруг их станет настолько много, что это будет считаться товарными количествами, то почему бы не открыть ферму, даже не ферму, а просто не наладить их сбор по всем участкам... По всем фермам. Да, по всем фермам сбор и, соответственно, транспортировку и доставку туда. Следующий вопрос, который я хочу задать, мы частично его затронули в информационной справке. Есть в России классический наш родной слизень, он же серый слизень, характерный для нас уже сотни и тысячи лет вид. И вот упоминается то, что он конкурирует с этими испанскими слизнями. И испанские слизни, как инвазивный вид, они обладают теми же самыми и свойствами. И среда обитания похожа, то есть они конкуренты. И в результате в наших экосистемах испанские слизни могут потеснить наших родных серых слизней. Есть ли подобные риски? И, наверное, вот мы с вами упомянули, то, что все-таки испанские слизни, они не могут достойно перезимовать в России, потому что они просто замерзают-вумерзают. По мере развития процессов глобального потепления станет ли у нас больше? Испанских слизней? И будут ли они составлять еще большую конкуренцию каким-то нашим отечественным? Ну, конкуренция с инвазивными видами всегда возникает, когда инвазивный вид способен жить на территории, где обитают другие виды. Иногда это конкуренция за пространство, иногда за продукты питания. Редко это бывает прямое вытеснение. Чаще всего, когда речь идет о хищных слизнях, хотя такие тоже, кстати, бывают. С другой стороны, даже эти слизни могут друг друга есть весьма охотно. Причем и наш, и испанский, меняться прекрасно ролями в этом смысле. Все зависит от соотношения изначального при инвазии. А чаще всего инвазивного вида все-таки количество экземпляров гораздо меньше, чем нативных моллюсков. Завершается время нашей программы, но остается время для финальной рубрики «Блиц». «Блиц» — это пять коротких вопросов, на которые требуется пять коротких емких ответов. Сергей Владиславович, расскажите, самый крупный моллюск, именно земной, который ползает по суше, панцирный или беспанцирный, которого вы держали в руках? Ну, если о моллюсках вообще, то, наверное, самый крупный — это тот, о котором я на прошлой передаче с вами упоминал, аммонит, ископаемый. Ископаемый. А из ныне живущих? Из ныне живущих. Ну, вот самый крупный слизень — это тоже инвазивный, кстати, в Крыму вид. Леопардовый слизень или лимакс максимус, самоназвание максимус. Он оранжевый, рыжий или какой-то более... Нет, почему его леопардовым называют, потому что тот слизень, который у нас встречается, те формы. Они покрыты точечкой такой, на таком кремовом, розоватом теле, черные точечки. Он довольно симпатично выглядит. Достаточно длинный, сантиметров, наверное, около 18 в длину. Итак, в России растет популяция испанских слизней, и это касается в том числе Крыма. Есть ли у нас на полуострове какие-то другие моллюски, панцирные или беспанцирные, неважно, которые тоже себя сейчас хорошо ощущают, и их популяция также растет, и вы, как биолог, это отмечаете? Ну, я бы не сказал, что где-то так наблюдаются явные тенденции к росту численности каких-то видов. Чаще всего мы, наоборот, сталкиваемся с тем, что редкие виды становятся еще более редкими, и, как правило, это связано тоже не с прямым уничтожением тех или иных видов, а с разрушением биотопов, где они обитают. То есть тот самый антропогенный фактор. Человек забирает у природы все больше и больше территорий, и, следовательно, там как раз-таки уменьшается. А потом возмущается, почему в городах змеи, например. А почему? А? Почему как связано? А потому что пришел человек туда, где были же раньше змеи, занял это место и говорит, а что это змеи тут делают? Так, понятно. Хорошо, идем дальше. Мне кажется, что все эти слизни это для природы, для дальнейшей эволюции прямо-таки идеальный, абсолютно пластичный материал, из которого можно вылепить за десятки миллионов лет абсолютно все, что угодно. Как вы думаете, какая дальнейшая эволюция ждет слизней, в том числе испанских слизней? Не пойдут ли они по пути совершенствования центральной нервной системы и не обретут ли какие-то зачатки разума? Ну, для того, чтобы представить себе это, не нужно ждать далекого будущего. Можно посмотреть на близких родственников слизней, на головонолевые слизни. Головоногие моллюски, которых называют приматами моря, у них очень развит мозг головной, а когда они выглядывают из воды, у них совершенно человеческие глаза. Серьезно? Да, очень похоже по стране. Никогда не видел. Следующий вопрос нашего Блица. Готовясь к передаче и читая средства массовой информации, постоянно видел, что испанских слизней называют паразитами. Но паразит, это, наверное, все-таки что-то другое. Паразит, это когда какой-то организм живет за счет другого организма. Итак, для испанских слизней это ругательство или этот термин применим или не применим? Ну, в качестве ругательства, конечно, применим, а в качестве научного термина не подходит. То есть, вредителем можно назвать, а паразит, это специфическая экологическая группа животных. И, кстати, когда мы с вами говорили, то вначале вы сказали, что этих слизней охотно поедают наши крымские жужелицы. Вот эти самые, с фиолетовой спинкой или с зеленоватой спинкой замечательные крымские насекомые. Расскажите, пожалуйста, и правда ли это сильный, такой серьезный вредитель, враг для испанских слизней? Потому что мы прекрасно знаем, что эти жужелицы едят виноградных улиток. Причем виноградные улитки не занесены в Красную книгу, а жужелицы занесены. Так вот, эти жужелицы являются ли врагами испанских слизней? И можно ли рассчитывать на жужелиц в деле борьбы с ними в Крыму? Ну, повторюсь, слизни распространены чаще всего в таких биотопах, где жужелица реже встречается. То есть, они мало пересекаются. Да, теплицы, то есть, кто-то вряд ли будет специально ловить жужелиц, чтобы запустить теплицу и там устроить сафари для жужелицы. И, Сергей, пятый финальный вопрос. Встретил испанского слизня. Что с ним делать? Зависит от личных убеждений. Фермер я или не фермер? Да. То есть, если я фермер, Гурман или не гурман? Но, наверное, если это простой человек и, в общем-то, он никак с этой природой не связан и не занимается сельским хозяйством, то просто пройти мимо и не трогать это замечательное животное. А можно сфотографировать, они красивые, яркие. Оранжевого цвета, даже рыжие. И, кстати, поэтому их даже и называют рыжий испанский слизень. Уважаемые друзья, мы с вами в рамках программы «Что говорят ученые?» говорили про испанских слизней. В некоторых регионах Российской Федерации их присутствие уже напоминает нашествие, настолько много их стало. И выяснили, что главным образом они попадают на территорию нашей страны благодаря транспортным компаниям в разнообразных контейнерах, где перевозят бананы, апельсины либо какую-то рассаду. Они просто приезжают в земле и не так долго все-таки в наших краях остаются, дав максимум один-два потомства, гибнут и не переживают суровые российские зимы, по крайней мере, пока что. У нас в гостях был Сергей Владиславович Леонов, кандидат биологических наук, и мы услышимся через неделю. Научный взгляд на насущные проблемы каждый вторник в программе «Что говорят ученые». «Что вы из гибель bunch ав驏 бои вере б по Продолжение следует...